Я абсолютно убежден, что все люди, которые смотрят нашу программу, хотели бы сюда попасть, потому что невероятная красота. Все хотели бы попасть в этот вход, потому что это вход в Эрмитаж. А каждый человек мечтает побывать в Эрмитаже, но мы пойдем другим путем, мы пойдем через служебный вход. Да, я забыл сказать, в эфире программа «Личные вещи», я Андрей Максимов. Я должен сказать, что москвич, конечно, испытывает какие-то удивительные ощущения, шагая по этим местам, однако мы уже почти пришли, мы уже у служебного входа, мы практически в гостях у главного человека в Эрмитаже, Михаила Борисовича Петровского. Вот мы в кабинете у директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского. Во-первых, огромное спасибо, что вашей невероятно занятой жизнью вы нашли время с нами поговорить. И прежде чем мы будем, тут очень много вещей, прежде чем мы будем их обсуждать, я хочу вам дать такой вводный вопрос. В Эрмитаже не только картины, это же еще и большая коллекция вещей. Меняется это вообще, меняет ли это ваше отношение к вещам в принципе? Вы к вещам как-то относитесь иначе, чем все люди или нет? Я думаю, что, конечно, меняется. С одной стороны, как бы должно приесться, да, что много красивых вещей. На самом деле вовсе нет, а как-то вещь, приучаешься ощущать в ней, ну, по-простому говоря, энергию и историю, и стараться всегда за этой вещью увидеть историю и, в общем, понимать, что вещи без истории не бывают. И это, в общем-то, такая музейная жизнь. Без энергии тоже не бывает, это отличает музеи. Это почему сейчас музеи так важны. Мы живем в таком лжевом виртуальном мире, где в вещах, которые на картинках, там нет энергии. А в подлинных вещах энергии есть. Это вот почему в музее стоят очереди, хотя все можно увидеть на экране телевизора. То есть от каждой вещи, от самой маленькой, банальной, до какой-нибудь исторической там чего-нибудь, исходит какая-то энергия? Исходит энергия, и энергия это в ее истории. Вот так же, как в этих стенах, да, тут жили поколение людей. У нас нету в Эрмитаже никаких призраков, но все, кто жили, их души... Откуда вы знаете, что нет призраков? А потому что призраков нет, им не нужно, они все тут живут просто. Когда призрак этого человека там, допустим, убили, да, он потом возвращается. А здесь просто все, кто они тут жили, они так в этих стенах и остались, и они на нас смотрят, они, так сказать... Вы ощущаете это? Я ощущаю, не только я, это ощущают все, причем замечательный Эрмитаж. Все люди, которые приходят сюда, и даже иностранцы, они вот ощущают эту русскую историю. Они, конечно, про Екатерину Великую все слышали, но уже про то, что тут умирал Александр II, уже слышали не все, но про Петра слышали. Они ощущают, и это почему-то делает наш музей уникальным и потрясающим. Вот тут из этих стен история. Давайте тогда говорить про энергию, про вещи, которые есть здесь. Вот это, по-моему, насколько я знаю, связано с вашим отцом. Да, это связано со многим. Это древнеегипетский скоробей, который принадлежал великому египтологу Тураеву. Затем он принадлежал, наверное, Флитнер, учительнице моего отца. Потом она подарила его папе как талисман. Потом он подарил мне его как талисман, и он его всегда возил с собой. Во все поездки, которые он ездил, он возил с собой вот этого черного замечательного скоробея. А потом я тоже стал его возить с собой. Это были добрые старые времена. Теперь, если у тебя в багаже древняя вещь, то тебя и в Египте на границе арестуют, и в Петербурге на границе арестуют. И ты объясняйся, почему ты можешь ценности. Потом я давно его уже перестал возить, он лежит дома. Я стал возить тогда другой талисман. Это Коран, я арабист. Ну и для того, чтобы учить язык, все время поддерживать, замечательно читать Коран. Ну теперь тоже возить Коран нельзя, потому что если тебя откроют и обнаружат Коран, опять же, на любой границе, то есть это будет довольно много разных вопросов, связанных с мусульманскими террористами. Вот вы хотите сказать, что вот это вы понимаете, что написано? Я это понимаю, что написано. Я это читаю, и я про это пишу еще и книжки. А как вот начинается вот это все? Вот я понимаю, как человек начинает учить английский язык. Ну, это прям понятно. А как начинает учить арабский язык? Как это все происходит? Ну, есть разные способы. Ну, вы? Нас учили по очень старой системе еще Петербургского университета. Была такая хрестоматия Гиргаса и Розена. Написано еще, так сказать, изданно еще до революции. А там просто все начиналось с пословицы. Вот нас сажали, начинали, заставляли учить эти подсумки. Сначала показывали буквы, буквы арабские сложные, они там сочетаются одно с другой. Ну, открывали, начинают первую пословицу и начинали нам объяснять, вот как вот буквы соединяются и как это звучит. Правильно ли я понимаю, что если человек занимается арабским языком, это какая-то характеристика его характера? Ну, например, человек чрезвычайно темпераментный, безумный, энергичный, ну, не видно, хоть и безумец, он не может это учить, он может быть очень терпеливым. Ну, наверное, и так, и не так. В общем, это, конечно, язык, который учить долго и трудно. Вот такая даже внутренняя трагедия, что люди, которые учат там все другие языки на восточном факультете, они уже на втором курсе начинали болтать на этом языке. А с арабским как-то не получалось, только где-то на третьем, на четвертом, когда поехали, Египет научилась какая-то практика, вот тогда стали говорить, говорить на языке. То есть ему нужно долго, что ли, готовиться. А вы с отцом советовались, чем заниматься, вот что выбрать? Он никогда ни на чем не настаивал, но говорил о том, что вот арабский особо в то время было интересно, что вот тот маленький кусочек мира, который открывался туда, в общем-то, можно было. Была надежда и поехать. Не так, как он когда учил египетский, ну, древнеегипетский стал египтологом, было абсолютно никакой надежды не было, что он попадет в Египет. Я хотел спросить про вашего отца, но я думаю, что наши зрители знают, что это был выдающийся ученый, очень, я просто, мне пришлось брать в него интервью, очень красивый такой, очень мудрый человек. Я совершенно не могу себе представить, каким он был отцом, что вообще вот он мог воспитывать, мог, он какой-то был заоблачный человек. Вот чтобы он мог воспитывать ребенка, говорить ему, получая пятерки, вот это все было? Нет, получая пятерки он не говорил, но когда вдруг получались не пятерки, или давно, долго не пишется диссертацию, он говорит, ну, что же, я так и умру, ты не защитишь диссертацию, я пошел и сразу написал диссертацию. Вот так он раз воспитывал. Примерно так. Вот этот самый, тоже Скоробей, вот в какой-то момент, когда он тебе дает, передает и говорит, вот теперь он твой, вот это и есть воспитание. Значит, ты чего-то дошел, чего-то достиг. И вот такими очень точечными местами, где он как бы обрисовывал свое внимание и свое мнение, это очень хорошо действует. Он наказывал? Наказывал, никогда не наказывал. Вас вообще никогда не наказывали? Нет, вообще никогда не наказывали. То есть, если человек не наказывает, из него может получиться директором этажа. Это, мне кажется, очень важный вывод, потому что все же хотят наказывать. Я иногда наказывал, говорят совсем маленькие, я наказывал себя сам, когда чувствовал, что не так, вот становился угол, чтобы меня пожалели. Это очень в раннем детстве. Сами уголы? Я еще хочу, чтобы родители поняли, что детей надо воспитывать в свободе. Нет, у нас было свободное в день, надо воспитывать, честно говоря, своим примером. Вот тоже примером, примерно делай, как я. И я думаю, что это вообще такой очень правильный подход, существуют разные подходы, как должны быть, каковы должны быть дети. Я думаю, что детей нужно воспитывать так, вот твои родители, это все-таки самые лучшие люди на свете, и старайся быть таким, как они. Есть еще другой способ, старайся быть лучше, вот твой отец неудачник, а ты старайся быть лучше. Это уже, надо быть таким, как твой отец, таким, как твоя мать, это уже достаточно, чтобы быть хорошим. А вы хотели в чем-то победить отца? Вот в чем-то стать лучше, чем он? Вы знаете, нет, честно даже, скажу, что нет, потому что это вот такое, мне приходилось об этом думать. Было ощущение, что, во-первых, он вечно существует, и он точно лучше, я сейчас знаю, что он лучше меня был, умнее меня, успешнее меня, и много всего. И это правильно, так должно быть такое отношение к отцу, оно должно быть психологическое. Поэтому я никогда не хотел что-то. Я хотел, да, когда я выбирал арабистику, то я знал, что это тот язык, которого он не знает, и он занимается Древним Востоком, и что он будет потом мною, если у меня все получится, гордиться. И он действительно гордился, как-то он был в Арабских Эмиратах, и ему там сказали, очень приветствовали, там, великий ученый, директор Армитажа, он все говорит, мы вам все знаем, уважаем, но вообще-то мы больше знаем вашего сына, потому что я уже был тогда известный арабист, тем более, ну, на арабском полоске. Ему приятно было? Ему было очень приятно, он, так сказать, приехал, с восторгом об этом рассказывал. А у вас не было вариантов жизни, что вот вы будете заниматься именно арабистика, заниматься именно этим, никакие уникального выбора как бы не было? Нет, ну, выбор был, но примерно в одном русле, поскольку я с самого начала хотел заниматься востоковедением, археологией, историей, в общем, древней, а дальше уже нужно было как бы решать, что. И когда я учился в школе, я ходил в Эрмитажные кружки, в археологические, искусствоведческие, то тут как бы были размышления, чем заниматься. Было ясно, что востоковедение, потому что был круг людей, и папа, и вокруг него такие замечательные были люди, что хотелось быть причастным к этой такой духовной элите, да, востоковеды, они все языки знают, и вообще такие особенные. Но вот тут я выбирал, я выбирал между Ираном, Индией и арабским миром. Ну вот выбрал арабский мир, в частности, потому что это очень универсально, можно заниматься всем остальным, если ты занимаешь арабский язык, это очень трудный язык, считался тогда. Ваш отец рассказывал про то, что происходило во время блокады, вообще про блокаду, про то, что вы держали в Эрмитаже? Надо сказать, что рассказывал немного. То есть он рассказывал, никогда не рассказывал про трагедию, он рассказывал обычный такой набор, как они работали, как они спасали, хватали эти самые зажигалки. Про трагедию не рассказывал? Про трагедию не рассказывал. Например, про голод он рассказывал только, что вот как однажды они праздновали его день рождения, и его друг Михаил Мох, художник по фарфору, расписал, в Тигле обжег чашечку с клинописными чьями, и они там что-то ели, кусочек остался, кусочек клея или чего-то. И говорил, что они потом решили, что через, там, когда кончится война, то через лет 10 они такой же пир себе устроят, кусочек клея еще что-то. Ну, когда пришло время, они не стали этого ели. Это тоже, надо сказать, не трагически он рассказывал. Он рассказывал не трагически. Нет, вообще это поколение... Потом они вдруг все стали, как казалось, какие-то мемары, многие стали рассказывать. Они точно так же, как люди, которые приходили из лагерей, таких я тоже, в общем, знал, уже не отца, значит, они ничего не рассказывали вот такого надрывно-трагического. Они старались это все убирать из своей души. Еще раз я хочу просто показать зрителям, вот этот человек, который принадлежит, вот он, когда вот это вот открывает, он понимает, что написано. Вот это... Это... Не, ну, правда, это же невероятно. Это действительно красивая, замечательная вещь. А это что за вещь? Кстати, это лежит... Это рукопись арабская. Рукопись? Магребинская, да, это рукописный текст. Это лежит у меня вообще-то на письменном столе здесь. И так иногда я с утра... Не каждое утро получается, как бы, нужно язык возобновить, да, так перед тем, как заняться, значит, скучными делами администрированием. То есть вы... Можно что-нибудь прочитать по-арабски. Не каждый день. А это что такое? Значит, это сборник молитв в честь пророка Мухаммада. Он называется Даляйль-Аль-Хайрат. И с этим тоже есть целая история. Мне его подарил мэр города Амстердама. Мы как-то завтракали с ним, обсуждали проблемы создания Эрмитажа в Амстердаме. У нас сейчас есть Эрмитаж Амстердам, выставочный центр, сейчас целое большое здание строится. Вот тогда он, в общем, поддерживал эту идею. И он рассказал, как он ездил в Марокко. В Амстердаме убили какого-то мароконского мальчика. Его повезли хоронить, и мэр города Амстердама полетел в Марокко, чтобы извиниться перед родителями за то, что их сын погиб в городе, где он отвечает за порядок. И там мы подарили эту рукопись. И он вынес, мне принес. Тут нет начала, но когда я занимался описанием рукописи в институте «Востоковедник», как раз занимался описаниями сборников молитв, я сразу узнал этот текст и сказал ему, «Это вот то-то-то, там от Джазури, молитвы Мухаммада, ляльных хайрат». В общем, удалось так выпиделиться, так сказать, повезло. Нэр Амстердам был потрясен, я тоже был очень доволен. И он мне ее сразу подарил. Исходя из того, что я это читать не умею, а вы это читать можете. Скажите, вот мне кажется, вообще, вы так сказали, между прочим, а мне кажется, что это, вы сказали, невероятно важную вещь. Вот невероятно, что вот вы открываете молитвы вот эти вот и читаете их утром. И это правильно, потому что если мы начнем все понимать, что вот это памятник культуры, а не что-то другое, что молитвы к Мухаммаду это памятник культуры, а не молитвы, которые вызывают там Бог значимый, то тогда мир будет другой. Так я понимаю. Вообще, наверное, действительно так, потому что я, разумеется, не мусульманин. И читая их, потому что это красивый арабский язык, и вот я вхожу в эту сферу красивого арабского языка, действительно, в культуру совершенно не то же самое, что молитва. Там хоть молитва, если надо молиться, то, конечно, молиться. Нет, ну это же... А это именно так, да, это... Скажите, вот вы когда... В каком возрасте вы впервые попали в арабские страны? Значит, я попал, это я был четвертый курс университета тогда. То есть, я неловко говорить, но пацан такой, в общем. Ну, пацан... Только пацан, пацан, и, в общем, такой в неожиданный мир попал. Сейчас недавно только что я директор Британского музея вспоминал, как я ему рассказывал, что впервые порнографические журналы и книги я увидел в Каире. Да ладно, там же это все запрещено. И все стажировки... Вот это сейчас, может, запрещено. И вся эта стажировка студенческая в Каире была... С одной стороны, мы читали рукописи и учили арабский язык, а с другой стороны, мы впервые попали в место, где можно... Где, во-первых, много машин на улицах. Это, значит, 66-й год. Где можно пить баночное пиво. Где в кино показывают три фильма сразу. Идут фильмы о Джеймсе Бонде. И тоже можно курить и пить пиво. Вот такие всякие вещи. Разные журналы, газеты, включая и плохие, и хорошие, и всякая литература от Кама-Сутры до Орвала. Вот все... 60-й годах, что даже никто не слышал. Тогда все это не слышало. И вот это все было здесь. То есть мы все это слышали, мы никогда это не видели. И вот получалось сразу в такой стране, как Каир-Египет. Да, вот тут мы узнавали, вдруг встречались с этим западным миром. Что на самом деле было хорошим местом, когда люди приезжали впервые на запад, это полный обморок и шок. А здесь все-таки шок и обморок был не полный. Потому что мы понимали, что это страна, которая вообще-то зависит от нашей страны. И здесь мы, так сказать, непростые люди. Мы так пошли почему-то по книгам, но тогда пойдем так. Я не знаю, что это. Это тоже про культуру, это тоже лежит на столе. Это «Тысяча одна ночь». Сказки арабские. Конец XVIII века. Русская книжка, русский перевод. Печатанный при императорском московском университете 1771 года. Это памятник русской арабистики. Вот я вам задам вопрос. Он такой, может быть, абстрактный, но мне просто очень интересно. Можно ли сказать, что чему-то можно? Чему можно научиться, скажем, арабского мира, арабских сказок? Вот чему? Человек читает арабские сказки, учится чему? Ну, во-первых, я думаю, что самое главное, можно научиться, что существует другой мир. Вот это нам нужно всегда понимать. Чем прелесть востоковеднее, почему так хорошо быть востоковедным? Ты вдруг можешь взять и отключиться, и жить в другом мире. И жить в другом мире, где, ну, не совсем там красное, белое, черное, черное-белое, но многие вещи другие. И ты умеешь понять, что это вот у других может быть немножко по-другому. И что это другое может быть красиво. Вот то, чем мы сейчас занимаемся в науке, и музейности, идеологии цивилизации, понять, что, может быть, и не похоже, тоже может быть красиво. Например, в арабском языке, по-русски, когда постоянно, это у меня в моем русском стиле есть, говорят, когда постоянно повторяем однокоренное слово, это плохо стилистически. А в арабской речи это такой риторический прием, когда повторяется, там, значит, убить убийством, да, вот такие какие-то всякие. То так они говорят? Когда повторяется. И у меня сейчас, по-моему, кончилось. А так все замечали мои коллеги-орабисты, говорят, у тебя все время приближаются эти самые арабские стилистики. А когда вы уезжали первый раз, вот вы приехали в Каир, а сказали, вот что, потом мы когда туда уезжали, что помнилось более всего? Ну, больше помнилось, как вытащить ящики книг, которые я там насобирал. Ящики? Ну, ящики, несколько ящиков, хоть студентам я все-таки сумел купить довольно новые книги. Это же было хорошее советское время, этих книг просто, но уж нужно было, очень нужно было их провести через таможню. И как? Ну, уже был, тогда остался специальный список того, что, вот, и ставился штамм в посольстве, что эти книги нужны для науки. И Коранов уже там было не должно, Корану нужно было куда-то засунуть подальше. И Библии было быть не должно там. Никаких-нибудь там, понятно, значит, эротических романов тоже не должно было. Главное, всякая наука. Ну, в посольстве все-таки там тоже арабисты не составляли нормально, ставили списки. Тогда это проводилось через... То есть вы, вот, молодые-то даже не подозревают, что такое может быть? Ну, какой может быть? А вот на этот кинжал, например, да, тоже нужно было справки получать. Кинжал тоже замечательный, он йеменский кинжал. Нужно было получать справку, что такие кинжалы являются частью национальной одежды. И поэтому, как этнографический предмет, его можно вести. Кинжал является частью одежды? Одежды, да, частью национальной одежды. Традиционно одежды. На самом деле так и есть. Это в Йемене вот эти кинжалы и такие, более загнутые в Джамбии, они частью национальной одежды, их носят каждый взрослый. Не вдруг подержишь кинжал? А это, в общем-то, память о стране, которую я провел много и лет. А какой? Специальность этой истории Йемена, Южной Аравии. Я там руководил экспедицией, работал там в школе. А почему Йемен? Ну, Южная Аравия, она вот такая древнейшая цивилизация, очень мало изученная. Вот так получилось, что там до сегодня ткнешь палкой, делаешь открытие каждый раз. Делается очень интересное. Какое, например, открытие? Ткнешь палкой и чего откроешь? Ткнешь палкой, найдешь надпись. Надпись, поскольку надписи, надписи есть имена, люди, название места, ты узнаешь, что это за место. Потом обычно надпись, узнаешь, храм какого бога здесь на этом месте находился. Их было там очень много, потому что страна была в древности богатая. Найдешь палку, на ней тоже надписи. Найдешь гирю, которую взвешивали, ладан, который возили торговцы. Можно описать ощущения молодого человека, исследователя, который, например, находит эту гирю, держит ее в руках? Эти ощущения передаваемы? Это потрясающе. У меня таких довольно много, потому что я много работал в археологических экспедициях и до Йемена. Из них такие есть потрясающие ощущения, когда ты раскапываешь кувшины под землей. И вдруг ты ножом что-то задел, и вдруг получается дырка, и проваливается туда, с завихрением проваливается песок земли. Значит, ясно там горлышко кувшина дальше начинает тщательно расширять. Я работал в Средней Азии, в Пеншикенте. Это самая потрясающая вещь. А там фрески, там находили фрески. Специально это экспедиция Эрмитажа, замечательные фрески сагдийские. Раннее Средневековье. Ими занимались всегда реставраторы. Но первый удар, когда ты раскапываешь, и вот ты такими маленькими токориками, тишой, значит, чистили, чтобы добраться до стены, и вдруг у тебя отваливается кусок земли, и за ним яркий кусок фрески цветной, причем свежий совершенно, вот как будто сегодняшние написаны. Это передать совершенно невозможно. Это не мистическое такое ощущение, что ты действительно, вот мы говорим вглубь времен, но это же никак не ощутить. А тут вот ты действительно погружаешь. Есть такое ощущение? Ну, во-первых, ощущение восторга, интереса, здорово. Вот нашли. Причем еще всегда, часто бывает, что это интерпретируешь, этот следующий этап, это так просто и ясно, кувшина. Если вот какая-то надпись, непонятно что, или какой-то кусок железа изогнутый, тоже непонятно что. Вот когда ты еще и поймешь, что это такое, вот тут уже абсолютно мистическое погружение, ты начинаешь ощущать, что ты вот куда-то влез в какой-то мир, который тихо жил без тебя, а ты туда влез, и начинаешь что-то там ковырять. А не страшно, что этот мир как-то тебе ответит не так? Как-то мы привыкаем, потому что это, в общем, не страшно. Кажется, что мы делаем очень важное и хорошее дело. Вот тут вот это совсем не арабская книга, а это совсем даже наша книжка Велимира Хлебникова. Ну, я говорю молодым, видишь, это невероятный дефицит. Вот когда она вышла, это просто, я не знаю, что можно было за нее купить. А почему Хлебников у нас тут? Ну, это, во-первых, мой любимый поэт, но эту книгу я все время очень долго возил с собой. Вот тут здесь списочек такой названий, которых, я думаю, может быть, никто особенно. Ленинград, Ереван, остров, понятно. Сержень-Юрт, это теперь все знают. Я там был на раскопках, а потом там были базы боевиков. Грозный, это 62-й год. Пиджикент, Нафины, Калаи и Хум, это крепости вверху Зеревшана. Ферапонто, Вологда, Аральск, Муйнас, Кучасай, Хаджели, Кунград, Турген, Чхива, село Тундутово, это место, где родился Хлебников. Астрахань, Адан, Гавана, Багдад, ЛТНТП в Туркмении и так далее. Это вы писали на Хлебникове? Это я писал те места, где эта книга была со мной, потому что я действительно очень и люблю читать, и Хлебников, это как бы... А почему заложено там что-то? Вроде Корана. Это случайно? Сейчас мы посмотрим. Это я для чего-то тут закладывал случайно. Сегодня снова я пойду туда на жизнь, на торг, на рынок, и войско песен поведу с прибоем рынка в поединок. Самый короткий. Тут много прекрасных, кстати, Хлебникову и сейчас, я очень цитирую, у него есть прекрасные совершенно стихи, он же вырос в Астрахани, и вот это сочетание мусульманско-христианского, у него, может быть, лучше, только есть еще один поэт Пушкин, который мог вот так понять, что такое мусульманский дух. У него вот есть, кстати, случайно сказал, хаджа Тархана, просто сейчас недавно я пишу одну статью, там написал, что у него есть такая фраза, ведь мусульмане те же русские, и русским может быть ислам. Милые глаза немножко узкие, как приоткрытый ставень рам. Это Хлебников? Это Хлебников. Потрясающе. Это его поэмах, Хаджи Тархан, Хаджи Тархан, это название Астрахани. Вот здесь лежит отмечательная вещь, пропуск для входа в Эрмитаж. Вот мне кажется, молодой ученый, вот должен быть такой, вот такой типичный, совершенно молодой ученый. Я понимаю, что вы, конечно, не можете помнить, когда вы попали впервые в Эрмитаж, потому что вы были совсем ребенком, детские ощущения от Эрмитажа, чем принципиально отличаются от ощущений, когда вы уже сюда приходили взрослым человеком? Я приходил, когда было несколько стадий, совсем детские, я плохо помню, тем более, было много рассказов, как я приходил, я уже помню те рассказы, что меня приводили там, в арсенал, я там стучал по барабану, там, еще чего-то. Но детские были, что-то приходил, такой очень хороший домашний мир, потому что я приходил и к людям, которые работали вместе с папой. В Эрмитаж для вас был домашний мир? домашний мир, и все эти люди, ах, Мишенька, маленький Мишенька, и все старались что-то интересное показать, это я не чувствовал, что я пришел в какое-то такое заповедное место. Потом, уже я когда ходил в кружки, то другое здесь, я что-то узнавал, тогда я начинал понимать, что на самом-то деле это великое место, и нужно благодарить Бога, что ты сюда так вот легко попадаешь. Вот этот пропуск, это пропуск, еще не работал в Эрмитаже, это великое было счастье. По блату я мог получать каждый год пропуск, ходить в залы Эрмитажа, я мог ходить через малый подъезд на все там выставки, просто так идти, захотел, пошел в Эрмитаже. Выходите в Эрмитаже один? В Эрмитаже трудно ходить, потому что у меня и фотоаппарат в телефоне, записная книжка, но все что-нибудь не так, всегда где-нибудь что-нибудь не так, нужно потом позвонить, спросить, в чем там получилось. А что не так может быть в Эрмитаже? У картины может висеть криво, угол может быть обид. Здесь провели проводку, не закрасили. То есть вы не можете пройти по Эрмитажу и получить удовольствие от картины? Трудно, легче получается в чужих музеях, правда там тоже смотришь, а может у них тоже что-нибудь не так. Но в общем трудно, хотя конечно иногда получается, потому что все-таки Эрмитаж это место действительно уединения, и даже директор может чуть-чуть уединиться, просто глядя на картины. Вот я рос, я знал, что есть Эрмитаж. Вот это как бы я всегда знал, маленький пешок. Вот иностранцы, они же могут быть не все в курсе того, или не понимают, что их больше всего потрясает, что больше всего потрясает в Эрмитаже? Многих по-разному. Ну, всех потрясает удивительное все-таки сочетание красивой архитектуры, исключительных совершенно памятников искусства и русской истории. Потому что все равно им кто-то чего-то рассказывает, они все ищут русскую историю. Даже президент Буш, когда мне показал какую-то Апфеозу Екатерины, спросил, а где тут Потемкин? Он в курсе? Они все готовятся, как я обнаружил. Даже вот я все время рассказываю американцам, что мне их потрясают, их президенты, потому что они всегда их ругают и говорят, да, наши президенты, а оказывается, что они не такие, как американцы их часто изображают. Вот это все потрясает. Потрясает роскошь, потрясает монументальность. Но вот иногда тех, у кого есть свои дворцы, потрясает ухоженность. Тех, у кого нет своих дворцов и которые представляют дворцы по кино, их наоборот, является вот тут у вас пол потерт, тут уголочек оббит. А тех, у кого есть Виндзорский замок, то тут понимают, что такое ремонт. И можно обсудить даже с принцами британскими, но не с королевыми, конечно, мы обсуждали проблемы ремонта, пожаров, как это бывает. Есть такое ужасное слово рейтинг, отвратительное. Ну, просто чтобы было понятно, вот есть ли какие-то произведения искусства в Эрмитаже, у которых, грубо говоря, самый большой рейтинг среди знаменитых людей. Вот они говорят, мы хотим обязательно увидеть вот это. Или это такого нет, они смотрят все, что это известно. Это Рембрандт, это Матисс, это Леонардо да Винчи. Но есть люди, у которых есть свои интересы. Например, у президента Ширака он всегда увлекался восточным искусством. И поэтому, когда он приезжал к нам, не специально позвонили мои коллеги французские, сказал, ты вот не вводи к Рембрандтон, ты покажи ему Китай, покажи вот вашу Центральную Азию. Он там... Действительно было здорово. И у нас была выставка Лаоская в это время наших коллекций. В общем, это оказалось, что он действительно все это знает, ему это интересно. Кстати, вот с этой с Шираком связаны и эти часы. Это подарок Мадам Ширак. Еще до того, как Ширак стал президентом Франции. Она приезжала сюда, она была тогда же мэра Ширак, был мэр Парижа. И мне нужна была какая-то выставка, что-то, какие-то картины Пикассо, чтобы мы дали там, все. Дан Анатолий Александрович Собчак был мэром. И она у него просила, скажите, вот директору объясните, что нам надо, пусть дадут. Он сказал, что вообще-то он не имеет права ничего заставлять директора Эрмитажа, поэтому, типа, говорите сами. Но когда он нас свел, говорит, Холморич, это, конечно, вам все решать, но имейте в виду, что примерно 90% вероятности того, что ее муж в ближайшее время станет президентом Франции. Мы, конечно, дали не три Пикассо, а два, и с тех пор, в общем, мы многократно встречались и с Шираком, и с мадам Шираком. Вы, как человек интеллигентный и скромный, не положили ваши награды, иначе бы здесь лежало два Ордена Почетного Легиона, которые вас наградили во Франции. Насколько я знаю, когда вас награждали первым Орденом, это было вообще невероятно. Да, это было тогда, было их очень много. А как человек узнает, что его наградили Орденом Почетного Легиона? Звонят из консульства. Дальше вы едете в Париж, я так понимаю, да? Нет, нет, дальше мы делаем тут церемонии Ордена Почетного Легиона. А не здесь вас награждали? Да, здесь награждали. И тот, и другой награждали здесь. А скажите, вот мы все знаем, и об этом говорилось, о том, как есть, конечно, проблемы, но как замечательно живет Эрмитаж в последнее время, в основном благодаря вам. А вам, вы не скучаете, у вас возникает постоянное желание выйти из кабинета и поехать куда-нибудь что-нибудь посмотреть. Вы, наверное, не имеете такое возможность часто это делать? Вот единственный недостаток, от того, что я директор Эрмитажа, это что я не могу поехать в экспедицию. Экспедиция, которую я руководил в Йемене, нам удалось ее спасти, она сохранились в самые тяжелые времена, она функционирует, ездит, и я вот при нее недавно делал доклад в Академии наук про хроническую археологию, но поехать уже на три месяца я не могу, у меня не получается. Какая погода в Йемене в это время, вот когда экспедиция? Ну, сейчас уже жарко, 40 градусов. И вам туда вот хочется, вот в эти 40 градусов, я знаю, как там жить. А это что? Вот, а это подарок нашего реставратора Жени Герасимова, это знаменитый реставратор, он реставрировал Данаю, и вот он мне подарил, он любит собирать такие камни причудливые. Расскажите, что за люди сегодня идут в реставраторы? Я не знаю, сколько получает реставратор, но я думаю, что он получает несоизмеримо мало в связи с тем, что он делает. Вот что это за люди, которые сегодня занимаются реставрацией произведений? Реставратор действительно получает очень мало. Реставраторы, это, конечно, люди влюбленные в искусство, причем особо влюбленные. Это люди с художественным талантом, которые свой художественный талант, в общем, где-то подчиняют подчиняют, потому что они служат талантом других художников. Вы понимаете, вот человек работает ради денег? Нет. Ради славы? Тоже нет. Он же как бы реставрирует произведение другого художника, чтобы оно замечательно выглядело. Да, ради чего? Это громаднейшее все-таки удовольствие спасать шедевр. Вообще общение с шедевром, никто так не общается с шедевром, как общается реставратор. Они прям общаются? Они общаются. Ну, когда вы чистите Рембрандта, да? Это я не могу себе представить, это трудно себе представить. Рембрандт, кстати, наши реставраторы очень консервативны, в отличие от реставраторов многих в Европе, где стараются вычистить так, чтобы все выглядело как в глянцевом журнале. Наши не трогают последний уровень лака, всего, но тем не менее нужно убрать какую-то грязь. И вот они прикасаются. Это люди, которые прикасаются к Рембрандту. Таких, в общем, немного. Хранитель Рембрандта может прикоснуться и то там несколько раз в жизни. Реставратор, когда он работает с картиной Рембрандта или мотицей, и все, и больше никому нельзя их трогать. Они, это какие-то особенные, это какие-то волшебники, это какие-то особенные люди? Они обыкновенные и волшебные, конечно. Они абсолютно, потому что вот это не сделать лишнего, да, это, в общем, и как врачи, может, и больше, чем врачи. Больше, чем врачи. Вот это вот не навредить, нужно очень точно сделать. Вот когда они реставрировали Данаю, то работали с Данайей Рембрандта, поскольку картина была после нападения, и плеснули кислоту. То есть они работают только в дневное время. Только днем, при дневном свете можно делать то, что... Это же невероятно, не просто ответственно, это очень страшно. То есть чуть-чуть не так, и Рембрандта нет. Это же ужас. Это страшно, да, это может быть. Тем более мы знаем очень много опытов из опыта 19-го, когда реставраторы такие записывали картины, когда они добавляли сильно себя и убирали. И есть, в общем, картины, которые очень сильно изменены реставраторами 18-го, 19-го века, и что там... У нас таких, правда, мало, но и даже в Эрмитаже есть такие, где уже почти нету настоящего. Почему-то у вас лежат тухи. Караваджо написано. Это как бы подарок, в какой-то мере, как бы подарок. Жене хотят этому про чисто музейную вещь. Был проект итальянский. Проект восстановить запахи тех вещей, которые находятся, фруктов и цветов, которые находятся на картине «Лютнист Караваджо». Вот на картине «Лютнист». Как? Подождите. Это Караваджо. Это знаменитый шедевр. Это надо объяснить. Вот есть картина Караваджо. Караваджо – знаменитый шедевр. Тут всякие штуки лежат. Вот надо... Лежат цветочки и... Можно понюхать? Чуть-чуть, да, конечно. То есть я вот сейчас понюхаю, а вы этого не поймете, зрители, потому что пока еще запах не передается. И я пойму, как пахнут картины... Нет, никак не надо. Это сложнее. Как пахнет мир, они немножко подгнившие. Это заранее сделано, там, сказать, вся картина обременности мира. Это своеобразный запах. Я, к сожалению, не умею описать запаха, но он такой... Своеобразный, такой какой-то странный, так мягко говоря. Я бы сказал, он порочный, и он очень отражает... Неудобно было говорить это слово. Мир Караваджо. Тут сейчас появилось направление в Италии, сейчас они работают в университете Феррари, целая кафедра, в которой они восстанавливают разные старинные запахи по старинным рецептам и синтезируют запахи вещей, вот в данном случае фруктов и цветов. У нас была выставка в Эрмитаже, тогда это был некий шок, но как-то, в общем, никто сильно больших гадостей про нас не написал, когда перед картиной Караваджо были такие... стояли фиалы, в которых были цветы, запахи вот разных всех вещей, можно было пройти, понюхать, а потом вот там, в этих духах понюхать уже все соединенное вместе. Получалось, в общем, для этой картины здорово. Когда подарили вашей супруге, она что сказала? Ну, она не стала ими, конечно, душиться, но я считал, что это как бы мой подарок и вообще весь проект. Я согласился на этот проект, подарить жене вот такие духи. Это почему у вас лежит? Это же что-то связанное со строительством. Это Эрмитажное строительство и целая тоже история. Это мастерок, простой голландский мастерок и мастерок, серебряный подарок голландских друзей. Это серебряный, это простой. Мы начали большие проекты, серия проектов реставрации всех залов Эрмитажа. Начался с проекта «Новая крыша для Рембрандта». Голландские друзья Эрмитажа брали деньги с тем, чтобы сделать как раз над залом Рембрандта новую крышу, такую с подогревом, ничего не текло, и все как надо. Я потом тогда пошутил, давайте я буду Рембрандта переносить из зала в зал, и сказали, мы и так, и действительно сделали очень много. Когда мы объявили о проекте, они подарили мне символически эти мастерки, они у меня лежат на столе. И разумеется, пошла легенда, что я масон, ну понятно, все когда смотрят, чекану мастерки, тем более, Эрмитаж, и вообще много всяких про нас легенды баек рассказывают, что он масон, и вот поэтому у него мастерки лежат на столе, значит он 40. Это мой дедушка двоюродный был знаменитым масоном. Не могу вас не спросить о том, как продвигаются дела, мы когда-то с вами беседовали с проектом Большого Эрмитажа, сделать Эрмитаж градообразующим таким вот местом, что происходит? Ну, пока продвигаются в две стороны, да, с одной стороны мы воюем за то, чтобы действительно контролировать город и Дворцово площадь, но только что завершен уже тендер на уже подрядчика по реставрации из восточного крыла здания главного штаба. И что будет? В результате всего этого будет чего? Значит там будет музей или отдел 19-20 века, значит перекроются дворы, все остальные помещения в Россию останутся как они есть, и там будет выставлено прикладное искусство живопись 19-го века и 20-го века европейское и восточное всякое, прикладное искусство и живопись, все коллекции Щукина Мороза, вообще импрессионисты, после импрессиониста переедут туда, появится видимо и новая живопись или купим сначала, попросим у кого-нибудь долг второй половины 20-го века, будет такое в общем мощное расширение и возможности показа, и возможности людям посетить и увидеть больше, и просто больше людей можно вместить в помещение Эрмитажа, так что я надеюсь, что к 2009-му году мы в первую очередь сдадим А вы тогда мне говорили, что главное найти за границей людей, которые вложат в культуру, а дальше наши подтянутся Да, так и получилось Сначала нам давали корпорации западные, люди западные, а потом стали давать и наши, и очень богатые, и средне богатые, и просто какие-то фирмы, которые что-нибудь делают просто бесплатно, и фирмы, которые оплачивают там громадные выставки, и сейчас на главный штаб мы собираем, нам нужно еще денег, поэтому мы собираем, у нас очень много замечательных наших российских богатых людей, которые... Мы сейчас уже так постепенно движемся к концу, я хотел у вас спросить вот что, я много раз видел, как люди входят в Эрмитаж, много раз, и они всегда входят как угодно, они шумят, как только они входят в зал, они затихают, вот причем дети, вот все люди, когда только они пересекают, вот видят почему-то они связываются с очень тихими, вот с чем это связано, я думаю, вот увидишь, директор, вы знаете, все-таки потрясающее здание и Эрмитаж с замечательными картинами, и любой человек понимает, что это что-то особое, это каждый человек понимает, будь он абсолютно необразованный, что-то понимаешь, что-то особое, плюс удивительно все-таки архитектура, это зимний дворец, и вот он ведь на самом деле такой небольшой по сравнению со всеми дворцами, там в Европе, да, снаружи, но внутри он удивительно монументален, и это поражает, вот все как-то все вместе, оно в общем, причем оно не подавляет, оно просто, это столетие с одной стороны, понять, что ты не что перед этим большим, а с другой стороны, чувствовать себя уютно, вот поэтому, кстати, не заставляем надевать тапочки, чтобы люди чувствовали себя, как бог, не заставляем, меня часто ругают, почему я не заставляю. Вы знаете, у нас была огромная проблема, что подарить директору Эльмитажа, проблема состояла в следующем, что у вас коллекция самого лучшего, рукотворного, что может делать человек, вот самое лучшее, что может сделать человек, оно значит у вас, и вот мы думали, 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 и в результате мы решили подарить вам нерукотворную красоту, то есть красоту, которая создана природой, вот сейчас наши девушки, вот они, я вижу, уже идут, откройте, что это, чтобы было понятно, что это такое, вот мы решили, что вот такая нерукотворная, нерукотворная красота, это все, чем не то, чтобы вас удивить, но чтобы хоть как-то вас порадовать, потому что что еще, дарить директору Эльмитажа. Спасибо вам огромное за то, что вас встретили, за то, что вы рассказали такие личные вещи, я не слышал многое, не знал многое из того, что вы рассказывали, мне остается добавить, что я Андрей Максимов, надеюсь, навстречу с вами на пятом Питерском канале в следующее воскресенье после 11. Всего доброго, до свидания, пока.